Всем салют, с вами Агут! Ну что, расскажу-ка я вам кое-что об участии Тоби Магуайра и Эндрю Гарфилда в фильме «Человек-паук. Нет пути домой». Информация частями предоставлялась с некоторыми вестниками новостей, в данном случае это Дэниел Рихтман и Майкл Смексеркус. Я же собрал всё воедино, вдруг то, что пропустил. Конечно же, то, что я сейчас скажу, официально не подтверждено, поэтому верить или нет, решать вам, но у этих источников, похоже, есть свои люди или человек, приближённый к созданию фильма. Следовательно, эта информация по меньшей мере заслуживает внимания. Итак, погнали! Сообщается, что на Эндрю Гарфилда и Тоби Магуайра выделено около 30 минут экранного времени, хотя ранее были данные примерно о 40 минутах. Напомню, что фильм имеет хронометраж 2 часа и 39 минут, по другим данным 49 минут. Для сравнения, у Таноса в «Войне бесконечности» также было примерно 30 минут экранного времени, как и у Стива Роджерса в «Мстителях. Финал». Поэтому 30 минут для Эндрю и Тоби даже на двоих – это не так уж и мало. То есть обычной ролью камео они точно не отделаются. Персонажи Тоби Магуайра и Эндрю Гарфилда появятся в фильме не раньше, чем через полтора часа, и они сперва окажут помощь Питеру Паркеру Тому Холланда как учёные, а не как супергерои. Они будут разбираться в том, что произошло и как можно исправить ситуацию с мультивселенной. И уж только спустя время Эндрю и Тоби наденут на себя свои костюмы и будут сражаться вместе с Томом в финальной битве против пяти злодеев. Кроме того, будет рассказано, чем занимались паучки Тоби и Эндрю после событий их фильмов. Ну и напоследок активно ходит слух, что в сцене с падением ЭмДжей её спасёт именно паучок Эндрю Гарфилда. Вернее, он поможет Тому Холланду её спасти. Также поговаривают, что Гарфилд спасёт и Тома, и ЭмДжей. Правда, пока эти слухи не подтверждены ни одним из источников. Но для многих любой из этих вариантов был бы логичным и очень эффектным. Учитывая то, что во вселенной Гарфилда он не смог спасти свою девушку Гвен Стейси в подобной сцене. Таким образом, если действительно так случится, то это будет очень символично. И уж кто как не Гарфилд должен это сделать. Вот так, такая вот информация. Всем спасибо, всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!